Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы с вами будем кушать наггетсы. Здесь 20 штук, ровно 20. Я заказала в аппликейшене. И вы знаете, я сегодня не собиралась снимать Макдональдс, но так получилось, что мне пришло уведомление, что только сегодня и только сейчас вы можете заказать бесплатно. Я думаю, блин, гениально! Можно заказать абсолютно бесплатно и не платить за доставку. Я подумаю, все, снимаем Макдональдс. Только Макдональдс и больше ничего. Я очень люблю наггетсы. И вы знаете, когда вы покупаете 20 штук, вы можете выбрать 3 соуса в подарок. Я совсем забыла про это. Получается, что я не выбрала соусы, они мне просто положили кетчупы. 3 кетчупа. Я кетчуп не особо люблю. Я хотела кисло-сладкий, барбекю. Но, блин, забыла. Так что довольствуемся тем, что есть. Вкусно. Вкусно еще. Давайте немножко поотвечаю на вопрос. Передай огромный привет Казахстану. Казахстан, вам огромный привет. Айка, бывает ли у вас снег? И как часто он бывает? А Баку снега практически не бывает. Разве что раз в три голом. И то он буквально через час тает. Минусовая температура тоже бывает крайне редко. Я вспоминаю те моменты, когда мы жили в России. Ты идешь, и ты просто не чувствуешь ног. Потому что они замерзли. Не чувствуешь пальцы. Не чувствуешь свой нос. Здесь такого не бывает, естественно. Знаете, что я каждый раз вспоминаю? На Саратове был просто огромный дом, но одноэтажный. Вокруг у него всегда была куча снега. Вот прям, знаете, по колено. И папа всегда топил за то, что вокруг дома обязательно надо чистить снег. Потому что вода, снег проникает в фундамент. Это вредно для дома. И папа вечно звал моего брата. Говорил, сынок, сегодня мы с тобой. Отец и сын будем чистить снег вокруг дома. Мой брат всегда с неохотой это делал. Ну, раз папа чистит, то я тоже пойду чистить. И всегда папа говорил, вот это, например, наш дом. Я начну с этой стороны чистить, а ты с этой. И в конце мы с тобой увидимся. То есть вокруг. В противоположном направлении мы чистим. И в конце мы с тобой увидимся. Брат просто как истребитель начинал чистить. Дошел до середины, видит, папы нет. Еще, еще, еще чистит. Смотрит, папы нету. Решил посмотреть. Кажется, папы нету. И давно нету. Заходит домой, в гостиную. А там папа смотрит телевизор. И тут просто он настолько злился, брат. Что зачем ты меня обманываешь? Причем каждый год папа так обманывал брата. И каждый год он велся на это. Прикиньте. Папа говорит, я эту сторону, ты эту сторону. В конце мы с тобой увидимся. Начинаем. И тут сразу папа шел внутрь чистить. Продолжал один брат. Я вспоминаю эти моменты прям с улыбкой. Какие крутые моменты были, когда мы все вместе жили. И снег это круто. Если ты живешь в стране, где есть снег, пиши в комментариях. Это просто у брата была любимая, как сказать, штука. Любимый трюк. Чуть что ему не понравилось. Что я делаю? Говорю, ну-ка выйди. И мы выходили, он брал мою голову и вот так вот в снег. Я такая просилась обратно домой. Он такой, мне еще будешь стукачить? Я такая, не. Изначально. Изначально первые, наверное, 4 года своей жизни я жила с бабушкой. Брат жил с родителями. И вроде все было по кайфу, ему и мне. Но потом родители решили, что я тоже буду жить с ними. И тогда началось самое интересное. Мне, наверное, было лет 5. Я переехала. И брату было очень жалко свои игрушки давать мне. Он начал ревновать. Он жутко ревновал родителей ко мне. Всегда говорил, что давайте мы ее обратно отправим в деревню. Или куда-то выбросим. В помойку. Не хочу, сестру. Но сейчас слава богу, он рад, что у него есть сеструха. В общем, папа постоянно так делал. Хитрые способы использования детей. То есть, моментов много. Приятных. Не могу сказать, что у нас было супер, знаете, такое богатое детство. И мы ездили там отдыхать в разные страны. У нас были очень дорогие телефоны. Нет. Никогда такого не было. Но просто, в общем, семья у нас была очень счастливая. Потому что полноценная и дружная. А здесь только выпадет снег. Вы бы видели выражение лица. Покинцы. Все выходят фотографироваться. Снег. Снег, снег, ребята. У всех в инстаграмах, инстасторис, это только снег. У нас снег. Вот я со снегом. А тут снег со мной. А тут я ем снег. Я сделала снеговика. В горных местностях Азербайджана есть деревня. Моя бабушка как раз-таки родом из деревни. Это кусары. И там вообще очень много снега. Вообще сложно живется в те времена. Да и сейчас там тяжело. И у нас родственник купил дом. Причем купил недешево. Одна гора заканчивается, другая гора начинается. Вот у подножия другой горы он купил дом. Как туда ехать, приезжать? Он не подумал. Как-нибудь. Я честно искренне не понимаю. Как можно покупать недвижимость в местности. Где ты знаешь, что ты дом никогда не продашь. Не сможешь продать. Потому что кроме тебя нету дурака, кто купит там что-то. Мы, например, не собирались продавать эту квартиру. Но всегда папа говорил, нужно покупать этаж, который находится где-то в середине. Не последний и не первый. Просто потому что, чтобы было проще продавать. Последние этажи всегда очень дешево. Мансарда называется там, да, последние этажи. Как вкусно. Прям, знаете, тают во рту. Вкуснотича. Маме всегда было у нас жалко. Когда папа заставлял что-то делать. Мама всегда оберегала у нас. Папа считает, что дети должны работать. А бабушка вообще рассказывала, что если ее ребенок не помогал ей проделать какую-то работу, она его просто не кормила. Например, все садились за стол. И кучели. Не было такого понятия, что я это есть не буду. Я такое не люблю. Если не будешь, ну и пошел ты. Не ешь. Вот и все. Проблема решена. Не то, что сейчас, знаете, как будто ресторан у ребенка спрашивает, а что ты будешь завтра? А что ты будешь на обед? И ребенок такой сырненький. Бабушка говорит, нет. Вот все, что кушают, ты обязана есть дедом. Единственное, у меня был дядя. Он, к сожалению, умер. Несчастный такой случай. Его сбил поезд. Давно умер. И вот бабушка всегда рассказывала, что он был очень капризным. И такой симпатичный. Я смотрю на фотографиях. Жаль, что я его никогда не видела. Сбил поезд и умер. Такое тоже бывает. Бабушка это все пережила. Осталось три. Три вкуснятины. Мне кажется, 20 штук нагетсов это прям моя норма. Это достаточно, чтобы я наелась. Кстати, ребят. Я вас очень хочу попросить, чтобы вы подписались. И у меня было 170 тысяч подписчиков. Если вам не сложно, сделайте это для меня. Мне будет безумно приятно. Комендантский час. Еще все закрывается. Прикиньте, все. Я просто сегодня пошла на лазер. Там была такая огромная очередь. В субботу, в воскресенье ничего работать не будет. Кетчуп у них какой-то дробный. Другой. Как будто смесь томата и кетчупа. Но очень вкусно. Я слышала прикол. При создании макнагетсов не было ни убито ни одной курочки. Это хорошо. Фиг знает, из чего делают. Ну да ладно. В общем, ребята, на этом все. Было безумно просто вкусно. Я доела. Всех люблю. Целую. С вами была Эмили. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.